В пятимиллионном Петербурге сегодня добрая половина населения как минимум удивилась, а то и оказалась неприятно поражена. Люди даже на улицах друг у друга спрашивали, правда ли, что теперь в городе запретили вставить пластиковые окна. Но это оказалось почти правдой. Чтобы поменять старое окно, застеклить балкон, повесить спутниковую антенну или кондиционер, требуется специальное разрешение. За его отсутствие с сегодняшнего дня можно заплатить штраф до 5000 рублей. Причем оштрафуют даже те, кто вставил стеклопакет лет 10 назад. Жесткая инициатива вполне может быть подхвачена другими городами, причем не только богатыми на памятники архитектуры. Ведь когда в новостройке стеклят балконы, кто во что гораст, получается картина далекая от эстетического совершенства. Аркадий Назаренко продолжит. Это окно просто красота. Украшает квартиру, кухню, дом, я считаю. Сразу семь новеньких стеклопакетов появились в квартире Владимира еще 9 лет назад. Семья тогда потратила огромные деньги. В 2000-м такие окна были большой редкостью. Никто и подумать не мог. Ограждая себя и детей от шума и пыли, Владимир переступил закон. Белый пластик не вписывается в архитектуру здания. Об этом районная администрация уведомила мужчину письменно. Правда, только сегодня. Теперь есть два выхода. Или получить все разрешающие документы в жилконторе, стоя в огромных очередях, или вернуть деревянные рамы. Приходит какая-то комиссия непонятная. Я разговариваю со старшим, с главным, с кем-то. Отвожу его в стороночку. И говорю, сколько вам надо, чтобы вы мне написали нормальное заключение. Он пишет, все в порядке, все хорошо. Сколько надо денег, пожалуйста. Я ему отдал лично в руки. И пошли дальше. Щипать. Закон, на который кивают работники петербургского ЖКХ, был принят на местном уровне еще в 2006-м. Все нарушения нужно было устранить до 1 июля 2009-го. Так написано в документе. Кроме стеклопакетов из белого пластика, нарушить внешний вид может кондиционер или спутниковая антенна. Введена даже целая система штрафов. Если вы не отреагировали на предупреждение впервые, заплатить нужно будет минимум 1 тысячу рублей. Максимальное наказание за второй такой проступок, здесь, кстати, руководствуется статьями административного кодекса, 5 тысяч рублей. Только вот об этой системе мало кто слышал. Ход жилищных конторах уверяют, предписания доставляют специальные люди, проводят разъяснительные работы. У нас не так много, а жителей много, предприятий много, и зданий тоже больше 3 тысяч расположены на территории центрального района. Поэтому планово работаем по магистралям, находим контакты. Да, сначала бывает, ну, крайне редко, что непонимание, почему это не должно быть. Спокойно разъясняем, мы работаем дальше. Кстати, документ должен быть вручен лично в руки. Внизу есть соответствующая графа для подписи. Но, например, Владимир нашел бумагу на полу в подъезде. Мы дойдем до того, что у нас покраска обоев или потолков там будет требовать проведения госэкспертиз с обязательным участием, естественно, пожарников, санэпидемных инспекторов и многих других инстанций, которым, по-моему, делать нечего. Они изобретают очередные способы зарабатывать денег. Людмиле предложили просто перекрасить белый пластик оконный храм на пятом этаже в желтый цвет. Женщине повезло. Она сама работает в районной администрации с документами. Проблема почти решена. Штрафа тоже удалось избежать. Каким образом я могу это сделать? Мне придется обвязать себя веревкой и с наружной стороны висеть на фасаде. Я в юности в университете училась, занималась альпинизмом, но что-то как-то не рискну, наверное. Горожане, общаясь между собой на интернет-форумах, дают однозначную оценку происходящему. Чиновники снова перестарались. Новое правило касается не только домов в исторической части города, но и новостроек, которые успели получить паспорт от городского департамента строительства. Это значит, что жители спальных районов должны смириться с условиями, которые предложил застройщик при сдаче дома в эксплуатацию. Если нет, то платить штрафы или неделями бегать, оформляя разрешение. Аркадий Назаренко, Эдуард Соколов, Ольга Клюева и Олег Христов. Пятый канал.